Одна из наиболее известных грузинок советского кино родилась в Ташкенте под фамилией Шпринг. Отец будущей кинозвезды, обрусевший немец, трудился в НИИ сельскохозяйственной экономии. Когда в середине 30-х в институте начались чистки, Всеволод Эдуардович с женой Анной Павловной перебрались на время в Среднюю Азию. Там и появилась на свет Ариадна. Однако вскоре глава семейства решил все же вернуться в столицу. Решение было опрометчивое. На дворе стоял 1937 год. Из Москвы Всеволод Шпринг, вредитель и, спасибо фамилии, немецкий шпион, отправился прямиком на Магадан. Реабилитируют его, когда Ариадне уже исполнится 18. По счастью, ни жену, ни дочь врага народа не тронули. И Ариадна спокойно закончила школу и поступила во ВГИК, поскольку с детства мечтала быть актрисой. Ариадна Шпринг дебютировала в кино еще студенткой, в производственной драме Екатерина Воронина. Тонкая, юная, с горящими глазами, уже в первой своей роли актриса запомнилась зрителям. Ее бунтарка Ирина влюбила в себя буквально всех. Моя мама была врачом. И я тоже буду врачом. Хочу ходить в белом халате. Хочу, чтобы от меня пахло лекарствами. И чтобы все это напоминало папе мою маму. А уже в следующем, 1958 году, Ариадна впервые сыграла главную роль. И эта роль стала для нее поистине звездной. Татьяна Ларина в фильме оперы «Евгений Онегин». Кстати, сестру Татьяны, Ольгу, сыграла в этом фильме еще одна будущая звезда – Светлана Немоляева. Она меня просто поразила, Ара. Она вот так была незаметная. Но когда ее гримировали, причесывали, и главное, когда она выходила под эту музыку, она совершенно преображалась. И не только лицо было безумно красиво, но еще внутреннее какое-то сияние, внутренний мир какой-то. Он просто вот шел через ее внешность, через ее взгляд, через ее какие-то движения. Пела Татьяна Ларина голосом Галины Вишневской. Но именно Ариадна сумела сделать пушкинскую героиню невероятно живой и понятной современному зрителю. Талант молодой актрисы был оценен по достоинству. Она получила первую премию на Московском кинофестивале, а также главный приз на Всесоюзном фестивале в Киеве. Однако звездой экрана Шпринг стать не успела. К этому времени Ариадна уже поменяла фамилию на Шингелая. И это не было попыткой, как думали многие, отречься от своих корней и начать все с чистого листа. Просто актриса вышла замуж за молодого грузинского режиссера Эльдара Шингелая. Настоящая первая любовь была Ариадна. Я ее встретил в Авгике. Мы с ней гуляли. И однажды мы пошли в церковь, поставили свечи. И в Арагве был наш, так сказать, праздник. Потом мы в квартире на Новодержинской жили. И там родилась у нас Наташа. Москва, 1958 год. Режиссеру Эльдару Шингелая завидовали все вгиковские мужчины. Ведь ставшая его женой Ариадна по праву считалась самой красивой и одаренной студенткой. Чтобы не дразнить завистников, вскоре после свадьбы молодые переехали в Тбилиси. После шумной Москвы Тбилиси поразила Риадну своей неспешностью и бережно хранимым колоритом старинных узких улочек, уютных дворов, древних храмов. Город, в котором по-настоящему спешит куда-то лишь полноводная Кура. Он и сегодня такой. Патриархальная неспешность старого Тбилиси и его самобытная красота остаются неизменными. Переехав в столицу Грузии, Шингелая стала актрисой Русского драматического театра имени Грибаедова. Она в Грибаедовском театре сыграла дневник Анны Франк. Это было замечательно. Очень великий актер Хурава написал рецензию, в которой он сказал, что в Грузии сейчас живет великая актриса. И все же главным для Риадны оставалось кино. Выйдя из декретного отпуска, она продолжила активно сниматься. С ролями проблем не было. Интересные предложения сыпались, как из рога изобилия. В 1964 году режиссер Абрам Ром пригласил Риадну на роль княгини Веры Николаевны. В экранизации повести Куприна «Гранатовый браслет». Ну, «Гранатовый браслет» – классика. Это всегда приятно посмотреть. Вы понимаете, даже те роли, которые достались нам из классики, они же тоже прибавляют образование. Это очень важно. Ты начинаешь изучать материал, и это входит в твою плоть. Я сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который, я признаюсь, украл на балу в благородном собрании. Вашу перчатку, оставленную в цирке. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. За эту роль Ариадна Шенгелая по опросу журнала «Советский экран» была названа лучшей актрисой страны. После такого успеха Шенгелая окончательно становится главной дворянкой советского кино. Теперь к ее фильмографии одна за другой добавляются все новые графини и княгини. Она, конечно, такая индивидуальность, личность такая, женская сути, которая, она как рождена для 19 века. Она безумно была хороша во всех этих нарядах, с этим гримом, с этими прическами, головными уборами. Иногда смотришь, сериалы идут или какие-то фильмы, наспех сделанные, какие-то исторические, то как-то сразу я вот ощущаю какую-то, может быть, и неправду, может быть, какое-то такое, знаете, легкомысленное отношение к истории этой. А вот когда видишь Ару Шенгелая в таком костюме или в такой прическе, то никаких сомнений нет. Эта женщина оттуда. Ну, неужели, неужели вы так жестоки? Разве мстить для вас приятнее, чем прощать? О, гниги, не поверьте. Если подобное оскорбление было бы нанесено мне вами, я отказал себе от мести. Сама актриса шутила по этому поводу, что теперь ее официально повысили в чине. Мол, начинала-то с простых комсомолок. Однако Шенгелая и не думала почивать на лаврах успеха. Она продолжала напряженно работать. Ариадна Шенгелая к выбору ролей относилась всегда весьма придирчиво. И если снялась у режиссера Эльдара Шенгелая, то исключительно по творческим, а не по семейным причинам. От совместной работы с супругой у Эльдара Николаевича остались самые теплые воспоминания. По его словам, между актрисой и режиссером царило редкое для киносъемок взаимопонимание. Когда возникала какая-то сложность, то в гостинице мы обсуждали и потом снимали. Так что никаких сложностей не было. Однако даже такая гармония не спасла брак Эльдара и Ариадны. Прожив вместе 22 года, супруги Шенгелая все же развелись. Мы очень мирно разошлись, очень мирно. Просто настало какое-то время, и она улетела в Москву. Наташа уже была замужем, а Катя должна была полететь, но она ни за что не полетела, осталась здесь. И я ее воспитывал один. Ариадна же в это время разрывалась между Тбилиси, где росла ее младшая дочь, и Москвой, где актриса обрела свое личное счастье. Ее новым избранником стал коллега, актер Игорь Копченко. Ариадна вернулась в Москву, но в свою Москву, не затронутую бурлящим столичным ритмом. Уютные дворики, зеленые бульвары, скверы, улочки, залитые солнцем. Эта Москва навевала ей воспоминания о Тбилиси. Но о неизбежной при переезде житейской трудности Ариадне сглаживала свежеобретенное семейное счастье. Популярность Ариадны Шенгелая после ее нового замужества и возвращения в Москву, увы, пошла на спад. Если ей удавалось блеснуть в громких проектах, то, как правило, это были эпизоды или роли второго плана. В 90-е с ролями и вовсе стало неважно. И все же актриса умудрялась блистать и в это непростое время. Но когда в 2003-м внезапно не стало любимого Игоря, Ариадна Всеволодовна решила, что с нее хватит. И ушла, как из кино, так и вообще из публичной жизни. Ее последней работой стала пронзительная роль еврейки Ханы в картине «Бабий Яр». После этого актриса решила полностью посвятить себя семье, воспитанию внуков и правнуков. Однако звезда останется звездой, даже если она вдруг надумала сойти с небосклона. Однажды иду по Тверскому бульвару и слышу классический голос. Берем песочек, насыпаем. Да, она сидит в песочнице со своей внучкой. Какое чудо! Я подошла и говорю, извините, пожалуйста, мне кажется, вы мне так напоминаете Ариадну Шенгилай. И она говорит, Валька, прекрати! Неужели? Я говорю, конечно, пол Тверского бульвара слышит твой очарованный голос. Дело в том, что всегда прикрывалась шапочкой, чтобы никто не узнал. Впрочем, и в зрелые годы у Ариадны Шенгилая нет ни единого шанса остаться неузнанной. Как-то я видела ее, мы где-то встретились, может быть, в доме кино, может быть, где-то еще. Она очень хорошо выглядела и особенно не изменилась. Но возраст есть возраст, но она все равно и прямая, и изящная, тоненькая, и такие же тонкие, и изысканные черты лица. Дело в том, что внешность меняется только у идиотов. Если вы грамотно проходите свою жизнь, не виляя из стороны в сторону, то ваша внешность остается при вас. У Арии Шенгилая она всегда при ней. Это ее лицо. Лицо ее духа.